всем привет очень приятно быть минске мой второй раз на самом деле всего лишь надеюсь что будет больше до недавнего времени я занимал позицию head of pre-sale в bitfury софте то есть практически все проекты проходили через меня буквально три дня назад я перешел на позицию head of exxon то есть теперь я буду руководить разработки нашего фреймворка значит о чем расскажу сегодня в презентации немножко совсем чуть-чуть о том вообще зачем блокчейн чуть чуть побольше о нашей платформе потом расскажу о наших проектах и там уже можно будет формате вопрос-ответ поговорить обсудить вообще зачем нужен блокчейн на блокчейн какую проблему он решает он решает проблему доверия есть компания edelman она регулярно проводит опросы на сколько люди доверяют тем или иным институтам вот дан здесь плохо видно здесь данные за 2017 год изменения с 2016 года вот некоммерческим организациям начали доверять на 3 процента меньше бизнесу на 1 процент правительством на 10 это в среднем по всему миру тенденция она не спадающая люди все меньше и меньше доверяют различным общественным институтам и как мы считаем блокчейн во многом поможет эту проблему изменить и сдвинуть много разных людей по-разному определяет слово блокчейн мы для себя сделали следующее определение что блокчейн это децентрализованная база данных с устойчивым к изменению журналом действий то есть в ней невозможно этот журнал каким-либо образом фальсифицировать и встроенными инструментами для аудита то есть любой человек со стороны делая запрос блокчейн он должен иметь возможность получить какую-то гарантию что эти данные действительно в этом блокчейне содержатся а не допустим были подменены сайтом или любым другим интерфейсом который он использует для обращения блокчейна здесь я думаю ничего нового для присутствующих нету нам нравится аналогия блокчейна и книги это как объяснить маме или бабушке или кому-то еще что такое блокчейн то есть я если мы посмотрим на книгу то у нас книги есть страницы то есть мы не можем вырвать незаметно страницу из книги информация у нас группируется в блоке то есть мы считаем страницы набор предложения это блок а транзакции это предложение соответственно книга хранится в множестве экземпляров поэтому если нужно что-то в какой-то книге поменять нужно во первых сначала сделать абсолютно такую же страницу с другими данными и во всех копиях у всех людей во всех копиях этой книги эту страницу подменить что в принципе невозможно как и блокчейне в тех или иных случаях очень важный вопрос чем же отличается публичные блокчейн или приватные блокчейны в основном сейчас когда идет разговор блокчейне идет разговор о публичных блокчейнах об этериуме о биткойне zcash и о чем угодно соответственно публичные блокчейне кто угодно может стать майнером майнер это тот кто валидирует транзакции записывать блокчейн за это он получает вознаграждение соответственно в публичных блокчейнах встроен обязательно должна быть встроенная криптовалюта как стимул майнеров присоединяться к этой сети таким образом функционируют все публичные блокчейны все криптовалюты на текущий день практически все и соответственно публичный блокчейн это одна платформа на всех то есть есть один этериум общий есть один биткоин на все уже два но не важно вот соответственно ну 3 и дальше мы считать не будем безопасность публичных блокчейнов высокая потому что у нас много узлов сети много майнеров которые добавляют транзакции много полных узлов сети которые транзакции не добавляют но тем не менее ведут аудит этой системы но производительность низкая то есть в биткоине это меньше 10 транзакций в секунду то есть там 6-7 в лучших случаях в этериуме это десятки транзакций в секунду что в принципе на один большой блокчейн на всю планету явно недостаточно то есть если присутствующие в курсе о крипто котятах я уверен в курсе то в свое время они занимали порядка десяти процентов всех транзакций этериума а это достаточно много то есть 10 таких проектов могли бы полностью убить всю активность на этом блокчейне напротив приватные блокчейны это блокчейны у которых реестр валидаторов то есть узлов которые могут добавлять новые блоки в чейн он ограничен соответственно стимул становиться валидатором должен находиться вне рамок системы то есть либо это какой-то консорт например консорциум банков которые договорились ввести какой-то денежный оборот на блокчейне либо это правительство и некоммерческие организации то есть правительство записывает что-то блокчейн некоммерческие организации как аудиторы подключаются к этому и контролирует что же они туда собственно записывают и доступ соответственно контролируется участниками системы то есть приватный блокчейн это не обязательно блокчейн который никому не доступен который закрыт от всех это именно тот блокчейн в котором те кто добавляют транзакции вот их количество ограничено при этом он может быть публичным полные ноды которые имеют возможность аудита их может быть любое количество безопасность такого блокчейна низкая очевидно потому что валидаторы транзакции теоретически могут сговориться и либо ввести два блокчейна параллельно чтобы в какой-то момент их подменить либо с высокой скорость так производительность высокая с высокой скоростью что-то поменять и переписать допустим изменить транзакцию которая была там несколько часов назад и быстро быстро записать все остальные транзакции туда же наша платформа exonum немножко об истории мы битфюри софт битфюри компания занималась в основном майнингом где-то два с половиной года назад открыли софтвер подразделения я в нем был практически с самого начала то есть два с половиной года назад было два человека два года назад было 15 человек сейчас нас около 90 у нас есть несколько проектов мы поддерживаем lightning скоро анонсируем свой продукт который мы делаем поверх этого мы разрабатываем платформу crystal это платформа для анализа биткоина для анализа риск скоринга в основном для государственных институтов ну уж мы хотим таким образом хотим bitcoin как можно скорее легализовать как можно большему количеству стран мира и наш основной проект exonum это фреймворк для приватных блокчейнов исходный код открыт на гитхабе все есть можно посмотреть что он из себя представляет он себя сейчас он представляет себя библиотеку то есть непосредственно к настоящему фреймворку мы в пути там нету встроенной бизнес логики там нету встроенной криптовалюты нету никаких ограничений на транзакции то есть себя он представляет хранилище данных специфическое networking и консенсус смарт-контракты поддерживаются то есть можно разрабатывать практически любую логику 01 версия вышла 17 июля 2016 года на самом деле проекты на нем начали появляться немножко раньше то есть мы проекты начали делать еще до публичного релиза сейчас у нас 500 старс на гитхаб и текущая версия 06 у нас есть road map до 1.0 1.0 мы планируем к концу этого года сделать новая минорная версия примерно раз в два месяца выходит соответственно мы когда проектировали этот блокчейн мы уже посмотрели на этериум мы посмотрели на ibm fabric который тогда назывался ibm open блокчейн и мы подумали каким образом мы можем сочетать возможности приватного и публичного блокчейна чтобы у нас была высокая просто способность но в то же время безопасность тоже была высокая сейчас я расскажу быстренько об особенностях потом перейдем к проекту консенсус у нас византийский то есть это детерминированный консенсус который позволяет произвольное поведение участников сети в количестве до одной трети то есть в этом случае консенсус сохраняется то есть для записи чего бы то ни было в блокчейн нужно две трети плюс один узел 5000 транзакций в секунду на данный момент среди приватных блокчейнов именно блокчейнов которые ведут одну цепь они других каких-то подходов как дореклика сакли граф то есть там есть другие подходы каким образом можно складывать транзакции и делать что-то наподобие блокчейнами совсем то есть среди именно блокчейнов у нас один из самых быстрых 0 5 секунд клиринг это то с какой скоростью можем делать блоки распространять их по сети то есть за полсекунды транзакция сохраняется можно произвести блок и распространиться по всей сети хешируем мы стандартным ша-256 алгоритмом цифровой подписи на иди 25519 кривой анкеринг это на самом деле одно из самых важных отличий нас от других фреймворков это то каким образом мы считаем что это тот алгоритм который должен присутствовать у всех приватных блокчейнов потому что это именно то что позволяет предотвратить сговор нот валидаторов мы его используем во всех наших проектах то есть все блокчейн и блокчейн в грузии в украине государстве казахстане они все используют анкеринг потому что зачастую ну даже в том же государстве даже если мы распределяем ноды по нескольким сущностям допустим по нескольким министерствам их число все равно ограничено и все равно есть возможность что кто-то этим на логическом уровне завладеет и будет иметь возможность производить манипуляции над системой соответственно что такое анкеринг у нас в экзонами мы используем специальные структуры данных меркл 3 то есть мы их используем для всех данных которые там сохраняются соответственно для во первых для каждого конкретного куска данных мы можем получить криптографическое доказательство наличие его в этом блокчейне это раз и два у нас в любой момент нашей системе есть корневой хэш который отображает состояние всей системы анкеринг сохраняет этот корневой хэш на биткойн блокчейн в принципе может сохранять на любой другой выбор биткойн как самый безопасный как самым большим количеством хэш-пауэра в сети анкеринг тоже работает в предположении византийского передвижения системы то есть какие-то узлы будут пытаться нарушить механизм анкеринга анкеринга до тех пор пока их будет меньше 1 3 все будет работать хорошо легкий клиент то каким образом клиенты должны взаимодействовать с блокчейном мы также посмотрели на опыт наших коллег и многие многие хаки случались из-за того что человек когда взаимодействует с блокчейном он получает информацию с какого-то сайта либо приложения каким образом эта информация из блокчейна попадает на этот сайт на этот интерфейс непонятно легкий клиент это джаваскрипт библиотека которая может проверять доказательства которые представляет блокчейн то есть если вы делаете запрос то сайт даже если он кем-то изменен он не сможет произвести корректное доказательство того что ваша информация есть блокчейне и также легкий клиент верифицирует анкеринг то есть он верифицирует что анкеринг прошел и состояние сети действительно соответствует тому которое сохранено на биткойн блокчейне теперь про применение я постараюсь быстро рассказать про наши проекты потом я думаю мы перейдем к вопросам буду рад ответить части проектов в этой презентации нет я про них расскажу устно продолжим самый первый наш проект который мы начали еще до того как экзон вышел в паблик это блокчейн реестр в грузии то есть это реестр земли что мы сделали на данный момент мы продвигаемся конечно не так быстро как нам хотелось бы то есть на данный момент каждый участок земли в грузии имеет свой слепок в блокчейне экзонум этот блокчейн анкерится на bitcoin соответственно каждый человек который получает выписку из реестра о наличии у него земли это выписка в электронном виде и он может ее верифицировать на сайте реестра грузии также в принципе любой банк допустим bank of georgia это крупнейший банк грузии они сделали свой сервис независимый и этот сервис также использую наш легкий клиент он знает о банкринге знает о том как устроен экзонум в реестр грузии он также может верифицировать независимо все эти документы зачем это нужно во первых так как по закону грузии все сделки с землей должны проходить через банк то когда человек один покупает другой продает землю соответственно банк в этом в том или ином виде участвует и банк может на первом самом же этапе верифицировать а действительно если у этого человека его земля и действительно предоставленный им документ настоящий при этом документ может представить час не бумажном а в цифровом виде что также этот сервис могут использовать банки при выдаче кредита под залог земли они также могут очень быстро проверить валидность документа что мы планируем сделать в этом году в грузии мы планируем перевести процесс покупки продажи земли на смарт-контракты то есть каким образом это будет работать и в чем сейчас проблема сейчас проблема в грузии нет проблемы в том что у них плохо работают суды или у кого-то что-то воруют но иногда такое случается так как деньги переходят от покупателя к продавцу то есть момент перехода денег от покупателя к продавцу и момент перехода собственности от продавца к покупателю происходит не одновременно иногда в этом процессе что-то происходит то есть вы переводите деньги но землю вы не получаете по тем или иным причинам допустим в последний момент оказывается что она была арестована по решению суда либо наоборот наоборот тоже случается это Это все разрешается в судах, но суды эти могут занимать до года. Такие данные нам предоставили. Соответственно, что мы хотим сделать с март-контрактом? То есть в смарт-контракте будет участвовать покупатель-продавец. В Грузии есть Electronic Identity у каждого человека. Ну, там 90-95% покрытия населения. То есть, в принципе, те, кто будут покупать-продавать, это практически у всех это есть. То есть они могут делать свою подпись поверх транзакций. Это банк. Банк будет в этом случае проверять сделку и будет предоставлять Ascrow для покупателя. То есть покупатель сначала переводит деньги банку. Банк ждет, когда выполняется смарт-контракт. Когда смарт-контракт выполнился, деньги, соответственно, уже автоматически в этот момент принадлежат не покупателю, а продавцу. Дальше. Наш недавний проект вместе с компанией Arisend. Это один из очень крупных девелоперов софта. Они разрабатывают, им очень много аутсорсит заказов. Это такая очень крупная фирма в США. И Digital Supply Chain Institute – это некоммерческая организация, которая занимается supply chainами. Это наш проект в какой-то степени к этому тоже относится. В чем была проблема поставлена и как мы ее решили. То есть проблема была поставлена в том, что когда несколько компаний одновременно работают над каким-то крупным проектом. То есть если вы сталкивались с таким, когда, допустим, четыре компании, одна разрабатывает одну часть продукта, вторая разрабатывает другую часть продукта, есть компания, которая проводит security audit, есть компания, которая занимается непосредственно разворачиванием всего этого и поддержкой. В таких случаях, если возникает какая-то проблема, например, кто-то развернул на продакшн не ту версию, либо какая-то версия не прошла security audit и из-за этого там что-то случилось, то все эти проблемы, они на самом деле отнимают очень много времени. Чем больше масштаб организации, тем больше времени у нее все это занимает. Соответственно, что мы сделали? Мы весь этот процесс положили на блокчейн. И также еще одна проблема в том, что когда начинают разбираться, что же произошло, так как каждая сторона, она независимая и пытается защитить свои интересы, очень сложно доказать, что именно конкретная компания или конкретный человек в конкретной ситуации сделал что-то не то или не сделал. То есть это все очень тонко, сложно и все хорошо. Соответственно, что мы сделали? Мы сделали небольшой пилот. Пилот подвели. У нас есть кейс-стадий по этому пилоту. Я его сюда, естественно, весь не вложил. Я думаю, что в ближайшее время он появится у нас на сайте, к зону. Сейчас его можно поискать в сети, он есть в открытом виде. Соответственно, мы сделали небольшой пилот, в котором мы вовлекаем… То есть есть проекты, в каждом проекте есть несколько участников, они выполняют разные действия, то есть какие-то действия выполняются автоматически. То есть если проект на GitHub, то с каждым новым коммитом мы можем автоматически подтягивать версию и указывать, в какой момент произошла смена версии. Какие-то действия выполняются вручную, то есть security audit новой версии выполняется вручную и специалист из другой компании, не той, которая разрабатывала, ставит там свой акцепт на том, что новая версия прошла security audit и об этом записи заносится в блокчейн. Соответственно, если происходят какие-то проблемы с какой-то конкретной версией, то блокчейн хранит всю цепочку всех данных. И так как каждый участник этого процесса может иметь у себя ноду блокчейна, то нет такой проблемы, что есть централизованное хранилище, как и вот этих всех данных. И, соответственно, опять же, мейнтейнер этого централизованного хранилища, он может что-то изменять, что-то вносить, что-то не вносить. То есть все видят, что все происходит действительно так, как соответствует процессу. Казахстан — тоже недавний наш проект, предварительный квалификационный отбор. Есть в Казахстане фонд «Самрук Казна» называется. Это аналогичен фонду национального благосостояния в России. То есть это государственный фонд, у которого очень много денег, которые очень по-разному их расходуют. Соответственно, мы сделали небольшой пилот с ними. Пилот успешно завершили, сейчас разговариваем о второй стадии. То есть что делает этот пилот? Регулярно они проводят торги постоянные. Соответственно, на торги приходят участники. В чем у них была проблема? В том, что эти участники должны были каждый раз предоставлять пакет документов, доказывающий, что они могут предоставлять те или иные сервисы, выполнять те или иные работы. Соответственно, что делает блокчейн в таком случае? Мы развернули вместе с ними блокчейн. В блокчейн все эти данные сохраняются. То есть все документы, все сертификаты всех людей сохраняются, помечаются даты, когда сертификат начал действовать, когда он заканчивает действовать, когда лицензия начинает действовать, когда лицензия заканчивает действовать. И, соответственно, фонд и все, кто через этот фонд проводит торги, они могут быть уверены в том, что эти данные нигде не были подменены, не было никакого подлога, и, соответственно, все участники тоже могут быть уверены в том, что все документы до всех дошли. Потому что бывали случаи, когда люди предоставляли документы, но именно так как они не видели процесс записи этих документов в какие-то системы, то им потом могли сказать, что от вас не дошла лицензия на существование каких-то работ, поэтому мы вас до торгов не допустили. Сейчас непосредственно участники сами за счет аудита могут это контролировать. Что мы будем делать во второй фазе? Во второй фазе мы будем делать всю площадку торгов, мы будем также переведить на блокчейн, так как это очень важно. И там, я бы не сказал, что там бывают проблемы, но доверие людей к этому, оно очень низкое. Про торги я еще могу рассказать один наш кейс, его нету в презентации. Это аукцион Ситам в Украине. Это государственный аукцион, на котором продавалось арестованное имущество, имущество обанкротившихся банков. То есть банкротится банк, и все его имущество должно быть продано государству, начиная от здания и заканчивая кофеварками, которые были на его балансе. В чем была проблема? Проблемы было две. Глобальная проблема в том, что в Украине люди абсолютно государству не доверяют, то есть считают, что украдут. Иногда так случается в разных местах. То есть проблемы было две. Первая проблема в том, что люди начинали участвовать в аукционе. В аукционе, допустим, продается, не знаю, банку принадлежало BMW 2016 года. Люди участвуют в аукционе, все, аукцион прошел, и в итоге оказывается, что продавалось BMW не 2016, а 2006 года. Но человек победил, он говорит, я участвовал не в этом, ему говорят, ну вот у нас вот так написано, извините. Это первая проблема. И вторая проблема в том, что когда человек делал ставку в аукционе, то либо эта ставка становилась известна кому-то, либо эта ставка вообще не попадала. То есть человек делает ставку, если аукцион, допустим, на повышение, человек делает большую ставку, но в итоге, когда аукцион завершается, он видит, что победил кто-то со ставкой меньше, чем у него. Такая проблема тоже была. Соответственно, мы совместно с некоммерческим фондом Евразия, который в Америке находится, мы сделали вместе блокчейн решение. В данном случае Министерство юстиции выступает как организатор, то есть блокчейн находится у него, но фонд Евразия, они выступают как аудитор в этом случае. То есть у них находится нода аудитор, она не добавляет записи в блокчейн, но она производит аудит всего блокчейна, то есть как полная нода без майни, условно, если параллель с биткоином провести. Соответственно, что происходит теперь каждый, во-первых, когда аукцион вносится, его можно проверить, что он в блокчейн попал, и здесь именно помогает аудитор, потому что у него есть независимый интерфейс, через который люди могут проверить, действительно ли данные есть в блокчейне. И плюс, когда человек делает ставку, ставка записывается в блокчейн, он получает идентификатор транзакции, и опять же он может на сайте аукциона это посмотреть, либо на сайте фонда он может посмотреть, вбить этот идентификатор транзакции, и ему этот сайт ответит все, что он про него знает, про эту транзакцию. Таким образом, доверие к системе значительно повысилось, то есть количество жалоб упало порядка на 90%, потому что люди имеют независимый интерфейс для проверки, и сейчас этот проект называется Open Market, можно поискать в интернете будет, или я могу потом ответить на какие-то вопросы. В Казахстане вот так выглядит проверка документов тех, что люди подают. Еще один проект в России, я непосредственно им не занимался, но я знаю, о чем он, поэтому постараюсь вкратце рассказать, это регистрация договоров долевого участия. Когда вы покупаете недвижимость на этапе постройки, вы по сути покупаете не недвижимость, а вы инвестируете в дом, и потом, когда дом достроится, вам эта недвижимость перейдет в вашу собственность. В чем здесь была проблема? В том, что когда застройщик, ну, либо он может вообще исчезнуть, такое бывает, но если он не исчезает, то какие-то документы у него могут видоизменяться, скажем так. То есть это либо площадь квартиры, когда в процессе постройки у него не получается. На самом деле я был очень удивлен, что вот когда строят дома, они на самом деле вот там плюс-минус 5-10 процентов площадь может изменяться. То есть я как-то думал, что там немножко все почетче строится. Вот. И что мы делаем? И у Росреестра, соответственно, что происходит? Росреестра — это реестр всего имущества в России. Соответственно, они на моменте, когда дом начинает строиться, его еще там нет. Когда дом построился, он целиком принадлежит застройщику. И после этого застройщик начинает раздавать права, то есть и начинают появляться права у людей, которые записываются в Росреестра на конкретные квартиры. Что мы в данном случае сделаем? Блокчейн находится в Росреестре, в фонде ипотечного кредитования, потому что когда человек покупает еще и в ипотеку в строящемся доме квартиру, то там еще есть банк. И право, на самом деле, пока человек не выплатил ипотеку, право на дом принадлежит банку. И, соответственно, пока все эти организации ведут свои реестры независимо, у них очень часто начинают расхождения появляться. Блокчейн именно позволяет в этом случае все эти расхождения устранить. И человеку, который делает такую инвестицию, он позволяет иметь ему доказательства того, что данные сохранены, и они сохранены в неизменном виде. И все про них знают, и банк, и Росреестр, и фонд ипотечного кредитования. И когда он выплатит ипотеку, это второй этап, когда он выплатит ипотеку, то информация об этом тоже будет сохраняться в блокчейн. Мы тоже в этом году планируем закончить. Информация об этом тоже будет сохраняться в блокчейн, в выплате ипотеке. И когда он полностью выплачивает ипотеку, то опять же смарт-контрактом автоматически Росреестр переводит имущество на него. Последняя тема про нас и ICO. Сейчас немножко расскажу. ICO очень такая горячая тема, скажем так. Много людей сейчас занимается, много людей инвестирует. Мы изначально делали свой фреймворк для интерпрайза и для государств, но мы тоже посмотрели на то, что происходит в ICO, и мы увидели, по сути, такую большую проблему, что есть публичный блокчейн. ICO проводится обычно на Ethereum, выпускается ERC-20 токена. Но все, на пресейле, краудсейл отлично, к биржам подключается все хорошо. Что делать дальше? Большая часть ICO, их заявленные ими системы, они на публичном блокчейне работать не могут. Просто физически не могут из-за того, что там будет такой поток транзакций, что ни один публичный блокчейн столько не выдержит. Соответственно, есть, с другой стороны, приватный блокчейн. Что делать с приватным блокчейном? Проводить на нем пресейл и краудсейл? Непонятно как, потому что, опять же, токены вы выпустили, этот блокчейн контролирует одна организация, она может, так как ноды все у нее, она может попытаться что-то там менять, если это без анкоринга делать. Но зато, как выходить в продакшн, потом с своими решениями более понятно. Соответственно, что мы планируем делать? Мы планируем, мы уже сотрудничаем с несколькими ICO, мы планируем сделать интеграцию между экзонным и этериумом, двухстороннюю, она сейчас находится в разработке, где-то примерно, наверное, к лету мы ее выпустим в продакшн, не знаю, в каком виде будет публично или приватно. Соответственно, что будет позволять эта интеграция? Она будет позволять на блокчейне этериума токены в каком-то виде замораживать, то есть по сути будет 2-way peg, то есть замораживаем токены на этериуме и они переводятся в приватный блокчейн. В приватном блокчейне они работают по назначению, то есть используются как утилити какой-то, кто-то кому-то за что-то платит этими токенами, рассчитываются и так далее. Когда человек хочет их вывести, допустим, обратно на биржу, он делает специальную транзакцию, они уже замораживаются в приватном блокчейне, но зато на публичном размораживаются, становятся доступны. Примерно так мы себе это планируем. В данный момент у нас есть два активных проекта, в которых мы очень активно участвуем. Это первый проект с компанией Insilica. Они сейчас находятся в стадии подготовки к ICO. Мы заключили уже с ними партнерство. Это проект, который позволит людям продавать свои медицинские данные. То есть о чем я сейчас говорю? Компании фармацевтические, которые проводят исследования, они сейчас, по сути, покупают данные на сером рынке. То есть нет открытого рынка медицинских данных. Они либо договариваются с какими-то госпиталями, с больницами, с объединениями, опять же, какими-то, у которых эти данные есть, и их покупают. При этом это происходит без ведома самого человека. То есть что эта система позволит делать? Она позволит человеку загружать медицинские и около медицинские данные. Например, фотографии, анализы крови, МРТ, рентген, практически все, что угодно. Какие-то исследования генома и так далее. И чем больше данных вы загружаете, тем больше данных вы сможете получить. Про цифры я сейчас могу сказать, что если человек и его семья, чтобы родственные связи отслеживать, будет в эту систему загружать какое-то продолжительное время, порядка года, анализы крови, рентгены, МРТ, то есть анализ генома, за весь полный вот этих сет данных один человек может получить порядка тысячи долларов. И что они еще хотят на этом построить? Они хотят построить рекомендательную систему, то есть токены будут выдаваться человеку как награду за то, что он эти данные предоставляет. Токены человек сможет использовать как для рекомендаций по конкретному улучшению здоровья для него. То есть какие-то диеты, физические упражнения, ограничения и так далее. И еще одно ICO, с которым мы работаем, Cards Mobile, это ICO. Они делают платформу лояльности большую, то есть хотят сделать протокол, для платформ лояльности. Работают в основном в России и в СНГ, но планируют расширяться на другие рынки. Мы с ними тоже активно сейчас работаем. Ну вот эти оба продукта, то есть MVP мы ожидаем где-то к лету, может быть к осени. Вот, продакшн уже, наверное, в следующем году будет. Все, всем спасибо. Буду рад ответить на все вопросы поступающие. Здравствуйте, спасибо большое. Вот вы говорили про Казахстан, про Россию. Есть ли какие у Bitfury взгляды на Беларусь? Потому что 27-го вступит же декрет восьмой в силу. Как Bitfury оценивает этот декрет? Будет ли работать Exxonum с какими-то белорусскими банками или с белорусскими министерствами? Как-то интегрироваться это? И легкий ли это процесс? Вот в Грузии вы говорили, а сразу несколько проектов. Как это легко делается? А почему где-то меньше, где-то больше? Что на это влияет? Отличный вопрос. Мы уже со своей стороны начали переговоры. То есть нам на самом деле очень интересно и приятно, что Беларусь в таком направлении идет. Мы сейчас, пока неизвестно, что именно из себя будет представлять этот декрет плюс все подзаконные акты. То есть мы смотрим на майнинг как Bitfury. Также мы смотрим на возможность создания наших софт-проектов. То есть майнинг будет зависеть, наверное. Ну здесь я не буду говорить, не занимаюсь этим софтом. Мы точно здесь будем заниматься. Мы планируем в этом году здесь открыть офис. Скорее это будет офис разработки. У нас вакансий, наверное, сейчас в софте порядка 30-40, может быть, есть. То есть мы будем рады, если здесь люди начнут появляться. Я думаю, что открыть офис – это вопрос полугода где-то, может быть, меньше. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, расскажите более подробно про умные контракты. На чем они написаны, по тюрингу, получение данных извне и вот еще что-то. Значит, как у нас сейчас работает? Наш фреймборк написан на Rusty. И пока что контракты пишутся непосредственно тоже на Rusty. Сейчас мы работаем над Java binding. Где-то, наверное, через пару-тройку месяцев у нас выйдет бета. Это позволит контракты писать на Java. Про данные извне – это на самом деле такой тяжелый вопрос, потому что он практически ни в одном блокчейне сейчас не решен, именно на уровне самого блокчейна. То есть есть сервисы типа Oracleis, которые предоставляют оракулы данных извне. Я пока могу сказать, что мы над этим работаем. То есть у нас есть понимание такого недостатка блокчейнов, как отсутствие связи, надежной связи с внешним миром и представления данных извне. Мы над этим работаем. Глеб, спасибо за презентацию. Вопрос первый. Касаемо первого проекта с землей. Каким образом происходит привязка земли в смарт-контракт? То есть это либо по документации, либо вживую по GPS. И второй вопрос. Расскажи про преимущества еще раз. Сейчас это документ. То есть в Грузии в земельном кадастре не используются пока GPS данные, только частично. Но сейчас, по сути, это просто документ, в котором описана, там может быть, какая-то одна опорная точка и конфигурация участка. Соответственно, про преимущества. Преимущество хранения земли в том, что, во-первых, такое глобальное, оно на самом деле Грузии не грозит. Это скорее проблема для каких-то стран Лижнего Востока, Африки. Это в том случае, если происходит полное уничтожение реестра, как, например, в Ливии Каддафи сделал. Если происходит в таком случае полное уничтожение реестра, то у людей отсутствует возможность доказать, что какая-то земля принадлежала им, если нет централизованного реестра. Экзоном с анкерингом позволяет доказать, что конкретная транзакция в конкретный момент времени была в этом блокчейне. Плюс даже географическая распределенность уже в таком случае может помочь. Конкретно для Грузии в чем плюс блокчейна? То есть конкретно сама по себе первая фаза, в которой сохраняются документы, она для Грузии ценность несет в меньшей степени, потому что у них нет проблемы, когда в государственных органах кто-то что-то там, кого-то подкупает, кто-то что-то меняет, то есть у них этого нет. Эта ценность для второй фазы. Вторая фаза — это смарт-контракты, то есть когда человек будет продавать землю, либо человек будет покупать землю, он будет уверен в том, что при продаже он за нее точно получит деньги, и пока он деньги, то есть получение денег и отдавание прав на землю, оно будет происходить одновременно. То есть будет атомарная операция, по сути. И при покупке земли человек, соответственно, тоже будет знать, что как только деньги от него ушли, то он получит. Это значит, что он получил землю, и никак иначе. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Здравствуйте, спасибо. А почему Rust? Почему Rust? Хороший вопрос. На самом деле очень хороший язык. Чем? Я как не разработчик сейчас не смогу достойно ответить на этот вопрос, но могу сказать, что самое большое — это безопасность по памяти. То есть Rust гарантирует отсутствие утечек памяти при компиляции. То есть если проект компилируется, то значит в нем нет дыр, через которые можно что-то изменить. То есть как показала история недавняя, то есть Hardbleed в OpenSSL, он такой, хоть и проект open-source, но все это лежало у всех на виду, но никто про это не замечал, пока оно не стало всем известно. И также могу сказать, что у нас много, то есть у нас, наверное, примерно половина разработчиков, они пришли на Rust изначально, и там чуть меньше половины у них был в C++ опыт. Они после того, как они пришли в C++ на Rust, они про C++ забыли как про страшный сон. Так что рекомендую, если занимаетесь, у нас все, кто начали Rust заниматься, им очень нравится. Еще вопросы? Так легко вы Глеба отпустите, да? Да, у нас Telegram-канал есть, там мы потихоньку начинаем собирать комьюнити, то есть мы раньше этим особо не занимались, потихоньку начинаем собирать комьюнити, присоединяйтесь, там есть ребята, они будут рады ответить на все вопросы. По коду у нас на сайте exonum.com, там есть ссылка на документацию, есть ссылка на Gitter, на Stack Overflow, отвечаем на все вопросы, помогаем, есть демка криптовалюты, которая помогает развернуться, разобраться во всем. Так что welcome. Лицензия Apache 2.0. Еще вопрос. А вот предоставляя этот фреймворк в открытый доступ, его исходный код, какого фидбэка вы ожидаете от комьюнити вообще? Ну, с какой главной или одной из главных целей вы делаете его общедоступным? То есть вы чего-то конкретного ожидаете от сообщества разработчиков? Чего бы вам хотелось? Да, ну, во-первых, да, мы ожидаем, что сообщество заинтересуется, потому что, ну, не только на эфире сошелся весь мир, то есть сейчас много разработчиков пишут контракты на эфир, но вот мы видим, что применение приватных блокчейнов в интерпрайзах, в государствах, оно растет, то есть спрос на разработчиков также будет расти. Вот мы хотим, чтобы эти разработчики в том числе использовали X-Zone. Это, наверное, что мы для комьюнити делаем, а вообще в целом, почему мы вышли в опенсорс, потому что делать технологию, говорить об открытости, о прозрачности, об аудите без опенсорса, ну, было бы как минимум немножко странно. Если вопросов больше нет, то поаплодируем Глебу. Спасибо. Очень приятно, что собрался почти полный зал. И пока не расходитесь, у нас еще ребята из Data Science Cyber Fonda хотят вам тоже рассказать буквально недолго, а потом вы можете подходить к Глебу, задавать вопросы, которые вы постеснялись задать в микрофон. Всем привет. Мы хотим вам рассказать о нашем проекте, который мы делали в последнее время. это синхронизация голоса в Монинга, ДиБи и Ластик Сёрдж. Мы делали его на двоих месте. С Анатолием. Да, и с Сергеем Недашковским. Зачем мы все это делали? То есть есть у нас цепочки, но к ним обычно трудно достучаться, трудно понять, что там лежит. Это надо самим писать парсер, извлекать, писать различные приложения, смотреть, выбирать базу данных, которая подходит оптимально. Это достаточно много времени уходит сил, как на разработку прототипа, так и для аналитики. Мы поставили задачу перед собой разработать простое применение решения, быстрое, в котором есть вся дата, которая находится в голосе. Также помимо той даты, которая находится в блоках, выгрузить актуальную дату по объектам. Потому что если вы смотрите, заходите на голос IOD, вы видите, по сути, страницу, собранную из коммент-обжектов, аккаунт-обжектов и так далее. И для аналитики эти объекты наиболее удобны. Ну и, конечно, вся дата в реал-тайме. Да, ну, собственно, то, что касается того, как это все хранится и как это все извлекается, голос из блокчейна собственно мы извлекаем блоки, которые содержат в заголовке таймстэмп и подписи и набор транзакций, каждая из которых состоит из операций. Именно операции и хранятся в Монго или Lasticsearch в зависимости от того, что вы, собственно, выберете. Операции. То есть в голосе достаточно много операций, то есть это не эфир, где там по сути перевод и все. Здесь у нас 38 операций. Основные из операций это комменты, это создание топика либо комментария. Vote это голосование за топик либо комментарий. Трансфер это перевод средств и account create это создание аккаунтов. Ну и еще 304 других. Ну да, также индексируются два типа объектов. объектов это коммент, который обновляется каждый раз, когда в базе появляется событие, что кто-то за него проголосовал, что он был обновлен и так далее. События соответствуют операции сохраненной блокчейне. Ну и объект аккаунта, который появляется там по приблизительно схожим правилом. И именно анализ этих объектов уже дает возможность понять, что происходит в экономике, дает возможность построить приложение быстрое с минимальными издержками. Да, что касается архитектуры, она выглядит следующим образом, то есть из голос-ноды мы подтягиваем необходимые данные вот этими тремя методами с помощью библиотеки Piston API или Piston Lib. Далее три Python скриптаза наполняют очередь задач на селере ноды. далее каждая задач получает блоки из ноды и кладет их в специфицированном виде в Mongo или Elastic Search опять же по выбору пользователя. И соответственно уже после того, как цепочка у нас синхронизирована в базу данных мы можем анализировать либо данные из Monge либо Elastic любым удобным для вас способом либо отображать эти данные на фронте. делайте все, что угодно. То есть эти данные у вас уже в удобном виде. Небольшая статистика, которую удалось собрать. Это 14 миллионов блоков, 45 миллионов операций, 5 миллионов комментов, 29 миллионов вовтов и все это дело весит 5 гигабайт. Суть в том, что на этом вы можете делать все, что заблагорассудится, в том числе, например, как уже была сделана рекомендательная система для сайта голос.io, которая использует сохраненные комменты для того, чтобы генерировать рекомендации для пользователя. Все, спасибо за внимание. Вопросы? Парни, а сколько по времени заняла синхронизация полной ноды с MongoDB? Если использовать локальную ноду, то это, если я не ошибаюсь, один или два часа. если вы используете публичную ноду, то зависит от того, какую публичную ноду вы используете. вот, то есть там сколько полностью полностью в мода весит? Так, а вот хороший вопрос. Разрешите, да, может она весит порядка 70 гигабайт, если мы говорим именно сколько она занимает. Я понял, но у вас получилось 5 гигабайт, вы уже часть только данных получали. Ну, да, то есть это надо понимать, что это не все объекты сохранены, потому что объектов достаточно много, мы сохранили только два объекта данных, которые для нас актуальны и актуальны с точки зрения анализа. Если мы будем сохранить другие объекты, понятно, что допустим в отобжекты если мы будем все синхронизировать, то это будет намного больше. Еще вопросы? Тогда еще раз поблагодарим ребят Сергея и Анатолия и спасибо вам, что вы пришли, вы можете обналичить свои биркойны и до встречи в следующий четверг. Спасибо. Спасибо. Спасибо.